Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире Вектор ТВ, вашему вниманию программа Рубикон. В эти минуты наша команда представит обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных на территории Витебской области. В студии Глеб Прокофьев. Здравствуйте. Летом 2015-го убили молодого наполчанина. Личность убийцы была сразу установлена. Но он несколько лет скрывался от правоохранителей на территории России. Мужчина был найден. Ему вынесли приговор суда. Приговором суда новополочанин, 1973 года рождения, признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека. Убийство было совершено 23 июня 2015 года в одном из новополоцких дворов. Между мужчинами возникла ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес удар ножом своему знакомому, отчего молодой человек скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и выехал за пределы Беларуси. Он длительное время находился в розыске. Его местонахождение было установлено в Российской Федерации, где он был задержан, взят под стражу и выдан для уголовного преследования в Республике Беларусь. По приговору суда по части 1 статьи 139 ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, с обвиняемого взыскано 70 тысяч белорусских рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей стороны. Приговор суда в законную силу еще не вступил. Лобовое столкновение двух автомобилей в Глубокском районе. В результате водители, пассажир Ауди погибли на месте. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. 7 октября около 13 часов произошло дорожно-транспортное происшествие возле деревни Прозороки Глубокского района на автодороге Полос, глубокая граница Латвии. Предварительно 66-летний водитель Ауди не справился с управлением. Выехал навстречу, и там он столкнулся с большегрузом «Мерседес» под управлением жителя Витебска. На месте аварии погибли водитель и 58-летний пассажир Ауди. Водитель «Мерседес» не пострадал. По факту данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В июне нынешнего года молодые люди совершили разбойное нападение на сторожа летнего кафе в Новополоске. Уголовное дело в отношении группы лиц уже направлено в суд. В ночное время 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина и двое несовершеннолетних парней жестоко избили 70-летнего сторожа летнего кафе. Попав в палатку, они забрали с собой алкоголь и продукты питания и покинули место преступления. Их личности были установлены, подозреваемые были задержаны, и сегодня они ожидают суда. По части 2-й 207-й УК Республики Беларусь предусматривает наказание для взрослых лиц, достигших 18 лет от 6 до 15 лет лишения, для несовершеннолетних, поскольку они не достигли возраста 18 лет от 6 до 10 лет лишения свободы. Попросил у знакомого купить еще спиртного, но покупки так и не дождался. После алкогольного застолья пенсионер недосчитался на своей банковской карте 50 рублей. По факту кражи в отношении вора следователи возбудили уголовное дело. Знакомые вместе распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, новополочанин сам отдал свою платежную карточку товарищу, чтобы тот сходил в магазин за добавкой. Но знакомого и след простыл. Ни карточки, ни покупок, ни товарища. Установлено, что ранее несудимый новополочанин 1976 года рождения, не будучи уполномоченным держателем карточки на проведение операций по банковскому счету, осуществил несанкционированный доступ к компьютерной информации и совершил хищение денежных средств, находившихся на счету в общей сумме 50 рублей. 2 октября по факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители напоминают, не стоит сообщать третьим лицам пароль от своей банковской карты и передавать другим лицам свои деньги и другие ценности. В целях минимизации преступлений и административных правонарушений, совершаемых в отношении пожилых и престарелых граждан на территории города Новополоцка, в период с 7 по 14 октября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание! Возраст!». Сотрудники милиции рекомендуют пожилым гражданам не впускать в дом незнакомых вам людей. Никому, кроме близких родственников, не говорите, где хранятся ваши деньги. Пожар в одном из частных домов Полоцка. В ходе происшествия никто не пострадал. Возможная причина – нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования. 5 октября около полудня на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре частного дома. В момент возгорания внутри находились 38-летний хозяин дома и его дочь 2009 года рождения. Они самостоятельно покинули жилище. В результате происшествия в доме уничтожены кровли, потолочные перекрытия, повреждены стены и имущества. Вероятнее всего, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования. Мы продолжаем вас знакомить со служебными буднями сотрудников милиции. 5 октября в Беларуси отмечали День сотрудников уголовного розыска. О напряженных и непредсказуемых служебных буднях нашей съемочной группе рассказал оперуполномочный отдел уголовного розыска криминальной милиции Новополоцкого ГУВД Андрей Зубок. Всегда на передовой сотрудники уголовного розыска сталкиваются с огромным спектром преступлений, мошенничества, грабеж, разбой, наиболее часто кражи. Также в прошлом году в Новополоцке было совершено немало хулиганств, в частности, повреждений автомобилей. Главная наша задача – это выявление и недопущение совершения преступлений на территории города Новополоцка, общение с людьми, отработка ранее судимых лиц, потому что зачастую масса преступлений совершается именно ранее судимыми лицами, в связи с чем необходимо проводить определенную работу с ними, выявлять латентную преступность среди данного круга лиц. Очередная рабочая смена. В дежурную часть городского отдела милиции поступает сообщение от сотрудников Новополоцкой больницы. Бригада скорой помощи выбыла домой к пенсионеру, 1931 года рождения. У мужчины многочисленные травмы. Медики для оказания помощи увезли пострадавшего в больницу. Андрей Зубок в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выбывает на место происшествия. Уже здесь необходимо установить все подробности произошедшего. В квартире обнаружили многочисленные пятна крови. В доме находился окровавленный сын пострадавшего и их родственница. Они тут были вдвоем. Хоть что-нибудь бы помог, не могла их раздеть. У меня сил-то нет, и деда-то нет никакой. У него какие-то силенки-то. Ну и там уж я не знаю, что было. Пришла они все в крови. Сына потерпевшего отправили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. После чего доставят в отдел милиции для дальнейшего разбирательства. Сотруднику милиции необходимо опросить всех свидетелей, собрать как можно больше информации. Поэтому он отправляется к соседям. Здравствуйте. Сроков, 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 сроков. По поводу соседка прибирала к вам? Да. Просила к вам? Я звонил. Вы звонили, да? Она к вас опросила. Сын выступает. Поэтому... Ну, объясняла она что-то? Побились там, сын с баськой бьются. Нет. Ну, попросила. Ну, что-нибудь, говорит, сделайте. Я к нему уже. Она в крови была, не в крови? Еще нормально. Нормально. А вы туда в квартиру не заходили? А? В квартиру не заходили? Нет. В итоге следственная оперативная группа установила, что телесные повреждения пенсионеру по месту жительства в ходе ссоры причинил его 51-летний сын, который вместе с ним проживает. На данный момент по факту причинение тяжких телесных повреждений проводится проверка. А это уже ночная оперативная съемка задержания вора. У сотрудников уголовного розыска появилась оперативная информация, что ранее судимый мужчина планирует совершить кражу из ларька. И ему действительно удалось вынести выручку. Но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан оперативниками практически по горячим следам. Профессия оперативника требует определенной подготовки. Андрей Зубок проходил службу в войсковой части 32-14, где сдал квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Служил в Новополоцком отделе Департамента охраны. После окончания обучения в Академии МВД перешел в отдел уголовного розыска. Данная служба была выбрана со мной не зря, так как я человек такой, который не любит обыденности и повседневность. И данная служба, я считаю, подходила мне в связи с тем, что каждый день на данной службе не может быть предшественником прошлого дня. То есть не бывает такого, что все одно и то же в течение рабочего дня. Ты можешь планировать одно, а в городе может произойти какая-либо ситуация, и ты будешь вынужден выбыть на нее. Сотрудники уголовного розыска постоянно держат руку на пульсе и готовы и днем, и ночью оказаться в эпицентре событий. Это люди, преданные своему делу, которым присущи мужество, выдержка и твердый характер. Если вы стали очевидцем чрезвычайных происшествий и у вас есть чем с нами поделиться, то отправляйте свою информацию и видео с мест событий в наши социальные сети. А у нас на этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Будьте бдительны, не переходите Рубикон. И до новых встреч на Вектор ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00.